Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры! Ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу Искупителю Рода Человеческого! Сегодня 4 июля. И я поздравляю сегодня всех с Днем Независимости, День Независимости Америки. Сегодня это праздник не только американского народа, ну, конечно, в первую очередь американского народа, но это праздник, скажу так, всех свободных людей, так или иначе, верных и святых всех, кто дорожит действительно этим даром Божьим свободой. Вот. И для рождённых свыше христиан свобода — это действительно сам Господь. свобода — это Иисус Христос. Свобода — это великая цена, которую заплатил сам Господь за нас. И для нас, верующих, рождённых свыше людей, независимо от нашей конфессии и динаминации, действительно, свобода — это дар Бога. В первую очередь, вообще-то, дар Бога. Божий дар святой. И потому сегодня особенно хочу прославить Господа за этот дар, за свободу, поблагодарить Бога за всё. Спасибо, Господи. Благословен Ты, Царь Вселенной, совершающий чудеса, дарующий свободу. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь. Благодарю Тебя за Твои чудеса в судьбах людей совершаемые, в судьбах целых народов, стран, континентов, планетарно, за Твои огромные такие восхитительные геополитические чудеса. За всё, за всё благодарю Тебя, Отец наш, дорогой, драгоценный Бог Святой. Во имя Иисуса, Сына Твоего, во имя Твоей любви. Аминь. Друзья, и День независимости Америки – это особенный день. Конечно, в разных народах, во всех, наверное, я думаю, государствах есть больше или меньше подобный праздник. Есть вот День независимости Украины, допустим, да, когда пал коммунизм, то многие страны, да, ну, страны бывшего Союза, Советского такого атеистического безбожного Союза, страны получили свободу. И потому вот празднуют, празднуют вот дни, но Дни независимости, вот будем отмечать в августе, допустим, вот мы День независимости Украины. Есть День России, да, есть, ну, в любой стране есть свой день какой-то. И, как правило, это связано вот с независимостью, с обретением независимости, как освобождение, день освобождения, будем так говорить, да. Вот, и, но 4 июля 1776 года произошло чудо не просто даже освобождения, не просто рождение новой нации, по сути, новой, да, нового народа под властью Бога. Произошло чудо геополитическое, важнейшее чудо геополитическое, не только того столетия или тысячелетия, вообще мировой истории. История христианства точно. Вот этих двух тысячелетий разные чудеса совершались, конечно, геополитические. И нам есть за что прославить Господа Иисуса Христа, конечно, в разных народах, странах, континентах. Но в Северной Америке Господь совершил чудо. Чудо именно рождение свободного народа под властью Бога. Мы люди, и сама идея национальная, она просто потрясала, конечно, потрясала, и это удивительно, конечно, удивительное же чудо. И 4 июля была подписана Декларация Независимости Соединенных Штатов Америки. Колонии, будем так говорить, бывшие уже колонии Новой Англии. 13 колоний, Соединенные Штаты росли, новые и новые Штаты образовывались. На сегодняшний день 50 Штатов. Еще так есть такая шутка, как бы 51-й еще штат Израиль. Обычно многие верующие называют еще Израиль 51-м штатом. Но до юра, до юра 50 Штатов Америки. Удивительно, конечно, история, удивительная судьба. Провиденциальная история, есть такая книга, да, Америки. Но не менее провиденциально предыстория Америки, предыстория Соединенных Штатов Америки. Это, конечно, отдельная тема. Я как священнослужитель, как православный священнослужитель, уже больше 30 лет несу служение православного церковного священнослужителя. Да, почти 20 лет уже как архиерей, епископ и архиепископ реформаторской православной церкви Христа Спасителя. И знаете, за это время я проводил множество семинаров, хотя я не профессиональный историк, я профессиональный художник, но очень любил всегда и люблю историю. Но история, она многократно интересней, когда читаешь ее с Библии в руках, когда читаешь ее через призму Слова Божьего. Она видится совершенно иначе, она видится в таких других красках, тонах. Она видится как бы в свете Слова Божьего, как будто бы глазами Бога ты начинаешь видеть. Не всю картину, но хотя бы детали, хотя бы какие-то моменты ты уже видишь уже, вот то, что называется целомудренно, правильно, через призму Слова Божьего. Удивительно, конечно. И вот, когда мы через Слово Божье пересматриваем историю, видим, что действительно за два тысячелетия Господь совершил множество чудес в разных народах, во всех странах, так или иначе, на всех континентах, среди людей Бог велик. Господь сказал, уходя, Иисус Христос вознося и сказал, я с вами во все дни до скончания века. И действительно, до скончания века Он с нами. Эти два тысячелетия, каждый день у нас, по сути, праздник. Это мессианская эпоха, эра третьего храма, которая созидается уже два тысячелетия. Да, 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 стройка тысячелетий из живых камней на основании самого Господа. Вот Слово Божье сейчас читал, как раз Слово Божье говорит нам, 1 Коринфянам 3.11. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Одно основание. Да и сам этот храм святой в Господе, это и есть тело Мессии. И куполом этого храма, главой церкви является сам Христос, завершением этого храма величественного. И эти два тысячелетия славы Господней, эра благодати, эпоха благодати. Мы благодарим Господа, да? Аминь, аминь. Благодарим Бога за эту эру благодати. О, благодать спасен Тобой, я из пучины бед, Был мертв, но чудом я живой, был слеп, но вижу свет. Слава Господу. И события, я снова хочу вернуться к тем событиям 1776 года. 18-е столетие. Колонии Англии. Казалось бы, ну, колонии. Какая судьба этих колоний. Но удивительным образом, вот тот колониальный период Зачиналась и развивалась новая нация. Из разных народов нашей земли, под властью Бога. Мы здесь, вот в этом полушарии уже, да, и вот в частности здесь, На территории бывшего, бывшей Российской империи, бывшего Советского Союза, Имеем некоторые, вот, примеры для сравнения, Свои примеры для сравнения. У нас тоже была идея такая, вот, и в нее верили миллионы-миллионы людей. Из разных народов, только под властью безбожия, против Бога. Объединение совершилось такое, Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик. Так вот назывался вот этот монстр, империя зла. Как вот Рональд Рыган назвал, очень метко, четко. Это действительно так. Империя зла. Империя зла рождалась, знаете ли, вот, сто лет назад, Рождалась в крови, в атеизме, в революции, в безбожии, в отрицании Бога. Отцы революции российской, свергая Российскую империю, будем так говорить, да, утверждали, вот, по-моему, Ленин как раз, Троцкий, кто-то еще из этих вот революционеров, тогдашних, сто лет назад, что революция, это в первую очередь атеизм. То есть, это в первую очередь отрицание Бога, неспровержение Бога. Это как Косыгин выступал, да, вот, в Академии наук СССР тогда еще. Вот, на том заседании, о котором мы знаем со слов одного из академиков, который стал впоследствии верующим человеком, покаялся в Баптийской церкви, и уже в США, находясь на своей новой родине, в воспоминаниях, интересно приводит факт, когда, значит, выступал Косыгин в Академии наук, он заявил, среди прочего, что в таком, как бы, выступлении, как бы и общении, будем так говорить, да, значит, потому что из зала были тоже реплики, что он заявил, что, не помню дословно там приводилась интересная цитата такая, что мы воюем против Бога, как бы, или наша война против Бога. И вот один из академиков заметил себе, заметил, позволил себе заметить, значит, Косыгину, председателю советского правительства тогдашнего, шутка ли, глава государства, по сути, да, ну, фактически, генеральный секретарь Компартии всем руководил, но Косыгин, это и был Косыгин, и один из академиков позволил себе заметить, что, извините, но Бога нет, зачем нам воевать с тем, кого нет. И удивление было в зале среди многих, ну, по крайней мере, тот человек, академик, который стал верующим впоследствии, тогда он был атеистом, как и все, ну, многие тогда, ну, де-юры все были тогда атеистами, фактически, вот, в Академии наук СССР, ну, там не могло быть не атеистическое. Такая была идеология, господствующая, главенствующая в наших странах. Вот, и Косыгин заявил следующее, что, а кто вам сказал, что Богу нет? Бог есть, но мы воюем с Ним, или воюем против Него. И вот, кстати, вот впоследствии, много лет спустя, вот тот академик, бывший советский, верующий человек, уже христианин евангельский, в воспоминаниях своих он писал удивительную вещь, что, говорит, вот тот момент заставил меня задуматься, те слова лидера советского, да, заставили меня задуматься. Мы отрицали Бога, но ведь действительно воюет против Бога целая система, целая страна, объединившаяся с огромным потенциалом, ресурсами, воюет против Бога. Если его нет, то что с ним воюет? Уже столько десятилетий. Друзья, Бог есть. И удивительная история. Образование Соединенных Штатов Америки было тоже с разных народов, но идея была прямо противоположна. Под властью Бога. Идея не война с Богом, а наоборот, встать под власть Бога. Это как рождение Израиля. В Ветхом Завете мы читаем чудо рождения Израиля. В новозаветную эру рождение Соединенных Штатов Америки. Аналогичное, похожее чудо. Уже в эру благодати. Дамы и господа. Вся история христианства до 1776 года это было время приготовления к этому чуду. Так или иначе, это было время приготовления к рождению новой нации. И это великая благодать. Я буду записывать семинары. Я так думаю, сегодня уже светает, уже светло достаточно. Уже, наверное, 6 часов уже. Вот и сегодня на этой утренней молитве записывая это видео я благоставляю всех вас во имя Господа Иисуса Христа. Благоставляю Соединенных Штатов Америки. Благоставляю Дональда Трампа и правительство. Благоставляю всех граждан Соединенных Штатов Америки. Но очень еще хочу сделать замечание. Очень многие люди имеют паспорта американские, но не любят Америку. Потому что в сердцах людей, очень многих, к сожалению, темно и тесно. И не воссияло еще солнце правды. Но в тех сердцах, в чьих горит огонь веры, любви и надежды, в чьих сердцах горит любовь Христова, в тех сердцах любовь к Америке. как и любовь к Израилю. Потому что невозможно верующему человеку не любить Америку, невозможно верующему человеку не любить Израиль. Да, мы все несовершенны, и ни одно государство на земле, оно несовершенно, действительно. И история это доказывает нам, показывает, и Библия нам это доказывает, и показывает. Библейский Израиль это далеко не совершенно. Но, дамы и господа, в этом несовершенном мире Совершенный Бог совершает свои чудеса В нас, несовершенных, свое совершенство совершает Я спасен не потому, что я совершен Я иду в небеса не потому, что я совершен Но потому, что совершенный Господь так сделал Он отдал свою жизнь за меня Кровь его святая Кровь Иисуса Христа, чистого и непорочного Агнца Омыло, очистило, осветило Спасла меня, исцелило, освободило Спасибо Господу Иисусу Христу И в американской культуре это запечатлелось очень четко Большинство американцев Даже если они не знают Господа живого, по-настоящему То уж в теории знают о нем И говорит, Джизус, Джизус О, действительно Иисус, Иисус, Иисус О, слава тебе Господь Благоставляю всех вас, братья и сестры В этот утренний час Солнце поднимается Уже Светло И вот по этому образу Я верую Восияет солнце правды Оно уже сияет Два тысячелетия Это солнце поднимается все выше и выше Был герб безбожного Советского Союза Атеистического, казалось бы, проклятого Объединения Но герб отражал интересную идею Земля и всходит солнце Вот сама эта идея Мне как художник очень нравилась И раньше, и в советское время Хотя я с 13 лет Был, будем так говорить, антисоветчиком Идейным Антикоммунистом идейным И являюсь таковым Но самое интересное Что мне не нравилось Что там пролетарии соединяйтесь Там серб, молод Что значит все эти вот атрибуты коммунизма После встречи с живым Богом Все это осточертело Все это опротивило мне Но сама идея солнца, восходящего над землей Мне очень нравилась И нравится и сейчас Почему? Потому что для меня солнце Это не идея какая-то Коммунизма или чего-то еще Нет-нет-нет Для меня солнце, правда, это сам Иисус Христос И восходящее солнце для меня это образ Христа Спасителя Который был, есть и грядет Вседержитель Слава Иисусу Христу Благоставляю всех вас Братики, сестрички Дочечки и сыночки Любимого нашего папочки Нашего Авы Небесного Отца Спасибо тебе, Господь, за все Благоставляю Израиль В этот утренний час Час этой утренней молитвы Благоставляю Иерушалим Иерусалим Благоставляю Всех евреев Уже собранных в земле Израиля Ну и всех нас Вот в России Находящихся И в США И здесь в Украине И по всему лицу земли Пусть Бог вас все благоставит Дорогие друзья Дорогие евреи Дорогие американцы Всех вас благоставляю Благоставляю Кстати, да Вот уже Спортсмены бегают уже Это хорошо Пробежки делают Утренние Становится теплее уже Вот Благоставляю В этот утренний час В Украину Благоставляю Киев Я, собственно, сейчас в Киеве Здесь в парке Киото Во имя Господа Иисуса Христа Боже, я молюсь за Украину Боже, молю Тебе за людей Тих прости, тих спаси И милюсть свою нам яви Боже, я знаю, що Ти будешь з нами В храмі своєму під небесами Радість і мир Ти дарував Життя за людей видав В книгу життя На записав Аллилуйя 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 Аминь Да, благословить Тебя, Господь И сохранить Тебя Да, призрит на Тебя Господь Светлым лицом Своим И помилуй Тебя Да, обратит Господь Лицо Свою на Тебя И даст Тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь Йеберехеха, Донай Ве Ишмареха Яхер, Донай Панав Алейха Вихунекха Иса, Донай Панав Алейха Ве Иаселеха Шелом В шем Иешуа Гамаших Иешуа Машихену Аминь Аминь Аллилуйя 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 Аминь О Спасибо Господь О, благодать спасен Тобой Спасибо Господь О, в час утренней молитвы 4 июля 2018 года Благословение Господне Всех Вам, дорогие друзья Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Реформаторская православная церковь Христа Спасителя Киевская архиепископия Мир Всем Вам Город Киев Парк Киота Благословенное место Место таких утренних молитв Сегодняшних Сейчасшних Благодарю Бога Что я снова в Киеве Снова в Украине Здесь совершается Таинство Свободы Да, так же проливаются Слезы и кровь Патриотов Древо Свободы Его пытаются сломать Но оно растет Я знаю, что Свобода Это дар Бога Пусть свершится это чудо Таинство здесь И по всему лицу земли Господь грядет И мы говорим Гряди, Господи Иисусе Гряди, Господи Иисусе Аллилуйя Аминь Да, друзья Благословляю всех вас Паки и паки Что называется Снова и снова Благословляю всех вас Во имя Господа Иисуса Христа Аллилуйя